Ты опоздала. Начинай писать. Подожди. Что я должна написать? Имя, семейное происхождение, характер, знак зодиака, дата рождения. Ты проводишь перепись населения? Можешь думать и так. Просто скажи мне твои требования. Ты хочешь, чтобы я написала свою личную информацию? Хотя я подписал с тобой контракт, мы не очень хорошо знаем друг друга. Мы скоро навестим мою бабушку. Если бабушка узнает, что мы в контрактных отношениях, все будет кончено. Ты имеешь в виду... Наше сотрудничество, а также пополнение твоего счета. Если он заберет депозит у Дзиньси, трансплантат моей мамы... Я напишу. Это просто личная информация. Я напишу все, что ты хочешь знать. Начнем. Знак зодиака, стрелять и имя Хэ Дзиньси. Знак зодиака, стрелять и имя Хэ Дзиньси. Все рассмотрела. Закончила? Давай сюда. Хобби. Шоколадное печенье, чизкейк и молочные коктейли. Сильные стороны. Молочный улун, суп, лосы, фэнь, раки и рыба. Я действительно хорошо разбираюсь в ресторанах. Моя подруга в восторге от моего выбора всегда. Поверь, она до сих пор ходит в наши любимые рестораны. Это... Разве это не преимущество? Что ж... Покажи мне тогда свои сильные стороны и позволь мне посмеяться над тобой. Довольно моя. что ты за босс такой почему у тебя так много увлечений я просто обычный президент ты должна запомнить все это включая мои увлечения и распорядок дня но в контракте не написано что я должна запоминать все это я подписал с тобой контракт чтобы сделать мою бабушку счастливы пока это может сделать ее счастливой ты должна это делать если ты не сможешь запомнить все и однажды выдашь себя перед бабушкой тогда ты ничего не получишь ты меня поняла что ты не можешь запомнить все это что ты не можешь запомнить все это что ты не можешь Не ожидала, что буду столько читать, чтобы работать в Хоянгрупп. Я никогда не запоминала столько текста с тех пор, как училась в школе. Любимый напиток, латте. Все позиции должны располагаться под чётными числами. Чётными числами? Чётными числами? Господин Гу, все предметы должны быть под чётными числами? Что это значит? Значит, всё должно быть под чётными числами? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Да. Всё вокруг меня должно быть почётными числами. Включаю тебя. Меня? Давай поженимся. Поженимся? Но это не прописано. В контракте. Я подписал с тобой контракт, чтобы исполнить желание моей бабушки. Она всегда хотела увидеть, как я женюсь. Но тебе не обязательно жениться для этого. Я не хочу по-настоящему на тебе жениться. Нам нужно провести фейковую свадьбу. И просто показать ей свадебную церемонию. Вот и всё. Это легче сказать, чем сделать. Выходить замуж и делать свадебные фотографии. Я делаю это впервые в своей жизни. Почему я должна дарить ему свой первый поцелуй? Если не сможешь всё запомнить и однажды выдашь себя перед бабушкой, ты ничего не получишь. Ты меня поняла? Подождите меня. Господин Гу? Я не хотела. Я думала, в лифте никого не было. Ты хочешь войти или... Конечно, я хочу войти. Диньси, мы снова встретились. Бабушка. Бабушка? Дети здесь. Не сердитесь. Сичан. Поскольку ты из Диньси... Почему ты отправила её в отель, ничего не сказав? Бабушка, почему ты поехала в отель, вместо того, чтобы устанавливать силы дома? Я... Опять этот сытух. Хватит. Не ругай его. Я забочусь о вас двоих, конечно же. Я хочу, чтобы ты поскорее женился. Кроме того, я не в первый раз встречаюсь с Диньси. Видимо, это наша с тобой судьба. Не в первый раз? Это наш маленький секретик. Сичан. Ты привёз сюда Диньси. Ваш брак... Должен быть уже скоро, получается. Послезавтра... Нет. Завтра. Ты можешь переезжать, Си-Си. Что? Вы хотите, чтобы я переехала? Конечно. Сичан – твой муж. Разве вы не живёте вместе? Но брак между мной и Гусичаном... Бабушка, даже если мы собираемся пожениться, не нужно так торопиться. Пожалуйста, дай нам немного времени, чтобы собраться. Мне нужно подготовиться. Что нужно приготовить? У нас всё есть. Ей нужно просто переехать. Бабушка. Моя стенокардия. Госпожа! Хорошо. Завтра. Завтра всё будет. Я заеду за тобой завтра вечером. Гусичан. Ты... Отпусти. Гусичан, ты с ума сошёл? Как я могу переехать? Но я обещал бабушке. А я не обещала. В контракте не написано, что я должна жить с тобой. Но в контракте чётко указано, что в силу неизбежных обстоятельств, если сторона А выдвинет какие-либо условия, сторона Б обязана подчиниться. Правда? Хэдинси, это всё из-за тебя. Не волнуйся. После того, как ты переедешь, я буду держаться от тебя на расстоянии. Можешь относиться ко мне как к своему рабочему партнёру. Когда бабушке станет лучше, ты сможешь получить то, что хочешь. И спокойно уехать. Чего? Ты подписала контракт с Гусиченом? Теперь ты его невеста? И ты должна переехать его дом? Говори тише, у Стен есть уши. Но если ты переедешь к нему, боюсь, будет неуместно вам двоим. Находиться в комнате наедине. Нет, нет, нет. Хотя мы не причиняем вреда людям, мы должны быть осторожнее. Я должна приготовить для тебя что-нибудь вкусненькое. Жди. Электрошокер. Перцовый баллончик. Яркий фонарик. Сигнализация для самообороны. Эти вещи... Даже если Гусичен захочет что-то сделать, помогут тебе выиграть немного времени. Где ты это все взяла? Как водитель назначенной феей, я должна защищать себя. Сейчас мне нужно работать. Ты должна взять все эти вещи. Я ухожу. Пока. Это... Они я как всегда преувеличиваю. Да даже... Я вот не думаю, что они понадобятся. Что бы ни случилось, и куда бы я ни пошла. Я рада, что ты всегда со мной. Алло. Мы с мамой уезжаем за границу. Уезжаете за границу? Ты даже не обсудила со мной. Я не согласна. Медицинские условия за границей лучше. Не волнуйся, я хорошо о ней позабочусь. Тебе просто нужно следовать контракту. Через несколько месяцев... Ты воссоединишься с мамой. Ты не можешь увезти ее. Алло? Алло? В аэропорт. Господи, не могли бы вы ехать быстрее? Девушка, очнитесь. Вы как? С вами все в порядке? Девушка... Не бойтесь, я отвезу вас в больницу. Мы проведем подробный анализ предложенных вами условий. И цена, предложенная нашей компанией, может не измениться. Бас? Мы тщательно это обдумаем. И скажем вам решение. С нетерпением жду встречи с вами, господин Гу. Я тоже. Это означает, что он не будет настаивать? Как ты думаешь, он может себе это позволить? Да, это здорово. Благодаря этому немецкому заказу, продажи Хаян увеличатся вдвое. Босс, вы потрясающий. Ну же. Не время еще праздновать. Давайте выпьем и повеселимся. Неизвестный абонент. Алло. Муниципальная больница? Господин Фубая, мы тщательно обследовали девушку. Это всего лишь мелкое столкновение, вызвавшее такую реакцию. Других травм нет. Фубая? Какое совпадение? Узнает ли он меня? Спасибо, доктор. Не за что. Вы очнулись, госпожа Хэ? Вы в порядке? Как вы себя чувствуете? Госпожа Хэ? Меня зовут Фубая. В больнице сказали, что нужно связаться с вашей семьей. Поэтому в спешке я достал ваше удостоверение личности и сумки. Я прошу прощения за то, что рылся в ваших вещах. Я должна поблагодарить вас. Пожалуйста. Госпожа Хэ? Не волнуйтесь. Я полностью ответственен за этот несчастный случай и буду отвечать перед вами. Суэнси, что с тобой не так? Суэнси, ты напугала меня до смерти, когда я тебе позвонила. На звонок ответили из больницы. Я в порядке. Это господин Фубая. Здравствуйте. Доктор сказал, что я в порядке. Пожалуйста, отвези меня домой. Пойдем, я принесу вещи. Позвольте мне помочь вам, госпожа. Нет, все в порядке, ты такой милый. Тогда позвольте проводить. Босс, это ваша... Замолчи. Осторожнее. Спасибо. Что случилось? Почему ты здесь? Господин Гу? Какое совпадение? Вы знакомы? Фубая. Почему ты здесь? Я стал причиной автомобильной аварии госпожи Хэ. Так что мой долг... Присматривать за ней. Не стоит беспокоиться о моей девушке. Что касается несчастного случая, Сыту, подготовь письмо адвоката завтра утром. Она будет доставлена в срак. Она... Твоя девушка? Пойдем. Я еще не закончила говорить. Ань-янь. Фу. Фу. Госпожа Хэ, если вы не хотите идти с ним, я никому не позволю вас забрать. Фубая. Она моя девушка. Это мое личное дело. Успокойтесь вы двое. Я пойду с тобой. Господин Фу, спасибо вам. Сиси. Сиси. Куда ты идешь? Сиси. Ань, еду домой. Почему вмешиваешься в их отношения? И кто ты? Кто я? Я лучшая подруга Сиси. Ты специально выглядишь, как зеленый лук? Зеленый лук? Я зеленый лук? Ах ты. Сумасшедшая. Да как ты смеешь? Ты с ума сошел сам. Почему ты меня останавливаешь? Такой надоедливый. Уйди отсюда. Сиси. Сумасшедшая женщина. Ты можешь ехать помедленнее. Я попала в аварию. У меня болит голова. Ты что делаешь? Смотрю, не сошла ли ты с ума. Это ты дурак. Я просто немного ударилась. У меня не сотрясение. Я не отупела. Ты выглядишь такой энергичной. Ладно, давай поедем к тебе домой и заберем вещи. Зачем тебе ехать ко мне? И почему забирать вещи? Забыла об обещании. Обещала моей бабушке, что переедешь ко мне домой. Это слишком быстро. Дай мне немного времени, чтобы подготовиться. Тебе не нужно ни к чему готовиться. Просто переезжай ко мне. Я имею в виду, ты переезжаешь в мой дом и живешь рядом со мной. Не выходя одноночью. И так же ты не можешь встречаться с кем-то, кого не знаешь. Почему? Потому что ты моя девушка. Всего лишь по контракту, ясно? На сегодня это все. Сейчас видим забирать твои вещи. Поняла, господин Гу. Моя дорогая машина. Это все моя вина. Я выпил два бокала шампанского. Если я хочу оставить тебя здесь одну, я возьму такси домой. Посмотри на себя. Извините, господин, я опоздала. На сегодня я ваш трезвый водитель. Здравствуйте. Это ты! Не ожидал, что ты будешь трезвым водителем. Немедленно отмени заказ. Ты хочешь, чтобы я его отменил? Почему? Не буду. Ты этого не сделаешь? А ну-ка, дай мне телефон. Отдай его мне. Прекрати. Отдай мне свой телефон. Перестань. Отдай мне свой телефон. Не думай, что я не смогу отобрать. О нет, у меня грязные руки. Гад эдакий, если я не прибью тебя сегодня, как я буду жить? Я прибью тебя, гад. Я прибью тебя, гаденыш. Прибью. Осторожно. Госпожа Ма, трезвый водитель. Моя голова. Ай, больно. Парик? Твой. Как ты смеешь трогать мои волосы? Я... Я только что спас тебя. Кроме того, я не имею никакого отношения к тому, что ты лысая. Кто тут лысый? Не бей. Ты лысый. Вся твоя семья лысая. Я лысая, это ты лысый. Это ты лысый. Лысый. Ваш заказ подтвержден. Хорошо. Давай подождём и посмотрим. Если посмеешь быть небрежной, подам жалобу. Давай подождём и посмотрим. Я... Я девушка, так что у меня много вещей. Я... Ты только что была такой высокомерной, но сейчас служишь мне. Ты это специально? Ничего подобного. Это потому, что ты не пристегнулся. При перевозке существует много правил. Безопасность – это первое правило. Ты сделала это нарочно. Я подам жалобу. Как ты смеешь? Посмотрим, осмелюсь ли я. Эй, ты что делаешь? Что делаешь? Отдай телефон. С ума сошла? Я прибью тебя, если напишешь отрицательный отзыв. Я напишу отрицательный отзыв. Отдай же. Нет. О, боже мой. Современные молодые люди такие открытые. Я напишу тебе отрицательный отзыв. Ваша оценка была полезной. Услуга оценена как плохая. Сволочь. О, боже мой. Ты хочешь уйти после этого? Я выпил, как я смогу вернуться? Ты можешь вернуться, как хочешь. Я терпела тебя всю ночь. Из-за твоего отзыва все напрасно. Я не хочу выполнять заказ. Ты не можешь уйти. Ты пыталась отобрать у меня телефон. Кроме того, ты должна нести за меня ответственность. Я за тебя? Бесстыдник, уходи. Ты не хочешь нести ответственность? Хорошо. Давай устроим соревнование. Если ты проиграешь, назовешь меня папой десять раз. Если я проиграю, то я назову тебя папой. Скукота. Я не хочу с тобой играть. Хорошо. Верни мне деньги. Ты хочешь, чтобы я вернула тебе деньги? Ты что, издеваешься? Хорошо, говори. Какое соревнование? Любое. Ты все равно проиграешь. Хорошо. Просто подожди и назовешь меня папой. Хороший мальчик. Только одна комната? А что, ты спишь в двухспальниках в своей квартире? У меня нет двухспален, но... Разве тебе не нужно поставить еще кровать? Кровать? Не подходи ко мне. Мы договорились не мешать друг другу. Ты спишь на диване, а я сплю на кровати. Почему? Потому что я сторона А. Ты совсем не джентльмен. Разве леди не должна быть приоритетом? Нет. Почему? Ты хочешь спать на кровати? Хорошо. Верни депозиты, мы перепишем контракт. Ты же знаешь, что это невозможно. Это издевательство. Диван слишком мал для меня. Так что тебе придется спать на нем несколько дней, и я достану матрас позже. Перцовый баллончик. Перцовый баллончик? И что это? Почему он здесь? Хорошо. Сначала распакуй свой багаж. А я приму душ. И, кстати, ни к чему не прикасайся. Особенно в кабинете. Поняла. Илья, health is my mouth. Идем я сладко. Ха-ха. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хэ Цзиньси, почему выключила свет? Извини, я не хотела, а сейчас включу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я... мне жаль, я не собиралась. Я ничего не видела. Свет. Да, свет. Да... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаточно нагляделась? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА